Субтитры делал DimaTorzok Последнего пика примерно секунд 50 Команды Вега Сквадрон, Клауд Найн Последним баном отправляют Феникса у нас в никуда Но вообще в баню уже Висп, Бэтрайдер, Бестмастер Брюмастер и Леон со стороны команды Вега Сквадрон Ну и вот Клауд Найн, Туск, Найт Сталкер, Зевс, Акс и Феникс Смотрим на последний пик команды Вега Сквадрон Шейкер, Венгауна, Саппорты, как я понимаю, будут саппортить Снайпера Насколько мне это видится, Лина может отправиться смело в мид Для Ноуана, ну и Омни Найт Еще дополнительный пик Вот теперь... А вот теперь вопросы Теперь действительно вопросы Кто у нас отправится в харду Пока не ясно Возможно это будет Омник с Шейкером А например, Венжи Фулл Спирит с Линой отправиться в топ лейн А Снайпер может отстоять мид лейн Скорее всего так и будет Лина у нас с Керри Сема Зеслеер на Шейкере Венга отходит для QWE Ноуан, Снайпер И... И последний Паша у нас играет на Омни Найт И Паша, как я понимаю, отправится в сложную На Омнике Со стороны команды Клауд Найн Фата играет на Магнусе Мизери у нас на Рубике Так, где у нас Биг Дэдди? Что-то ребята не дописали Кто у нас играет на Скайрис Маги Кто у нас будет играть на Тролль Варлорде И на Клокверке Ну, я так понимаю Бон Севен, скорее всего, будет играть у нас на Клокверке А там уже Там уже между собой Биг Дэдди, он же Нотейл Поделят героев Ну и Тролль Варлорд у нас отходит для Для Этернал Энви Если это, конечно, он Если не Стендин Я таких тонкостей, к сожалению, не знаю Что там в составе С9 Нового произошло Пока ничего не офшировали Да, Бон Севен все-таки на Клокверке Отыгрывает Фата играет на Магнусе Биг Дэдди будет играть на Скайрис Маги Тролль Варлорд у нас Тролль Варлорд у нас Для Этернал Энви Ну, как я понимаю, номинально, да И Мизери будет играть на Рубике, точнее Со стороны команды Вега Сквадрон Мы уже видели, что тут да как Андершок Как я понимаю, пойдет фармить Топ лейн Скорее всего Ноуан Закупился на мид Ну, здесь и Лина, в принципе, на мид тоже закупилась Посмотрим, как поделят между собой Легкую линию и мид лейн Паша отправляется вниз Паша тут максимальный буст по деревьям, по танго Паша уже занимается девардингом Разбивает он вард команды Клауд Найн И все, по расстановке лайнов Отправляется у нас Венга на топ и с ней отправляется Андершок на линия Фармящая Лина в топе Легкая линия Сема Заслэйр на шейкере Отправится, скорее всего, вниз к умни найту Ну и Ноуан на снайпере будет стоять мид против Против, против, против фаты на Магнусе Биг Дэдди Я думаю, немножко здесь подостает снайпера и уйдет А может и множко Вообще, это головная боль любого снайпера Скайра Сма, который через Аркан Болт на первых левелах Разваливает снайпера Это уже классика из классик Но Ноуан сразу взял БК за рога Решил у нас настреливать по снайперу Ну и что Биг Дэдди? Биг Дэдди не очень понравилась эта ситуация Тратил больше половины хп Кто это такой красивый? Это у нас Вульпикс из покемонов, как я понимаю Серьезная ушастая лиса Так она еще и летать будет сейчас Какая роскошь Ну можно же делать красивых курьеров Это что за покемон? Так, тролль Варлорд Фармит в легкой Против него Паша Тут уже друг с другом местами поменялись За спину крипам зашли что один, что другой Паша против тролля У Паши будут проблемы Сейчас еще 2-3 удара и Паша Ну все, Паша в баше Как не смешно это слушать Еще один рейджевой удар Все Тролль Варлорд забирает первый удар Я так понимаю Терна Ленви Это или кто такой Айсака Тайга? Ну-ка подскажите мне в чате Может кто там инфой владеет В любом случае Ферст Блад для команды Клауд Найн Бон Севен огонит у нас Сема Нечем зацепить И Бон скорее всего отсюда уходит 315 у него мув спит Ну и 310 у Шейкера Маны не хватает Да и пополнить ее так быстро Собственно и нечем Бон Севен очень сильно бит И отсюда уходит Также у нас на базе Кто кстати остался-то? Кого? Кого развалили? Нет Магнус нет Тролль нет Наверное кто-то у нас С Крипом отдался Клок отдается нейтралам Кстати И по быстренькому на базу Фата В мидлейне Уже есть Боттл И Боттл уже обузится У Ноуана 360 сверху 7-1 Крипстат У Фата Крипстат 10 на 0 Ну и Омни Найта Забирают На нижнем ларине Второй раз Паша у нас отваливается Тролль Варлорд Здесь чувствует себя Великолепно Во-первых По Крипам проблем Никаких Первый Крипстат На карте 14 на 1 Во-вторых 2-0 Просто нереальный Буст вообще По золоту На ранних минутах 2200 уже у нас Для Тролля И 1300 Всего лишь Для Керри Лины На топ лейне На 1000 Опережает Тролль у нас Главного Керри Команды Вега Сквадрона Это очень проблематично Так Проседает у нас Омник опять по ХП Опять проблемы Нет Омник у нас Отправился в лес Паша решил Что не надо Судьбу у нас Мучать на лайне Ну и что Скоросмаг решил Прийти тут С Сноуаном Поговорить Биг Дэдди Отваливается 3-2 Становится счет Команда Клауд Найн По золоту Полторы тысячи Выигрывает По экспириенсу 750 в их пользу Фата Абузит Абузит И еще раз Абузит банку Да и ничего Собственно ему Не остается Кроме как абуз Вот Биг Дэдди Сразу же пополнил У нас банку Фати Для этого Собственно и прилетал Как же Ну а От шоквейвов Здесь серьезно Терпит Тут просто Не отделаешься Одними танго Надо какой-то Классный подхил Да и Фата Вообще На шарпнель плевал ХП у него Очень много Дефа тоже Достаточно Там сильно Не пробьешь Толстоват Слишком Фата Для того чтобы Ноуан что-то Мог ему сделать У Фаты практически Шестой левел Совсем немножко Осталось Что там у Снайпера У Снайпера Та же история Пятой с половиной Ну и у Фаты Пятой с половиной Чуть-чуть больше Трипла на топе Вега С фармящей Линой 25 на 7 У Лины По крип стату Ну и 31 на 3 Для Этернал Энви Пропустил Крипа Ха-ха У Этернал Энви Уже имеется Фейсбутс Есть рингов Базилус Ну и 1000 По голде Сверху Думаю Может Дипмаск Появится Дальше Доминатор Например Ну да Доминатор Что же еще Сема здесь Сыпется Сема от Скювера Погибает Магнус Забирает фраг Рубик Тоже умирает У нас от Снайпера Но ван Шапнель Под ноги Положил И 2х Смогли забрать Потеряли Только Шейкер 4-4 Становится Счет По золоту 700 В этом файте Заработали Игроки Команды Вега Ну это хорошо Это отлично Просто Графики Где-то Да подсравняться Могут Заходит у нас В спину Венжи Фуллспирит Ну куда ж ты Роднуля Побежала Венга Здесь в коге Зажата Все Погибает Саппорт Команды Вега 5-4 На нижнем Лайне Тролль Варлорд Мордипмаск Уже имеется До Доминатора Остается Всего лишь 600 По голде И в учете того Как быстро У нас Этернал Энви Фармит На будущие Два Скади Собственно Я думаю Тут немного Времени Совсем Останется До Доминатора Паша Ни о чем Вообще На лайне Стал Ну и Выглядит 1400 По золоту У Фаты У Ноуана На руках 270 Далековато Еще до Каких-то Серьезных Артефактов Но в скором Времени Тут немного Совсем По золоту Осталось До Фейсбутс Ноутейл Встречается У нас С Вингой Винга Тут Соло Ноутейл Это разберет Без 6-го Левела Ноутейл Ну Только и Остается Что уходить Был бы С Фаппу Винги Я думаю Проблемы Невероятные Были бы У Биг Дэди Фата Поймал Здесь Ноуана Винга На помощь С Кьювер Ноуана Ну и Фата Должен забирать У нас Ноуана Стопит Своим туловищем Винга У нас И все Тепа Отсюда Фата Даже не стал Особенно дергаться Очень круто Отыграла Винга Здесь конечно Кью Дабл Ю Е Помог невероятно Своему тиммейту Снайпер На 20 ХП У нас уходит Да еще и не уходит Решил пофармить Видел бы Это Магнус Да при живом Там Магнусе Седьмой левел Есть у Этернал Энви Снайпера Фейсбот Через Несколько секунд Уже будет Стэши лежит Блайдсуф Атак Ну и 116 сверху Для снайпера Надо какой-то подхил Потому что там Слишком проседает У нас снайпер По ХП От Магнуса Постоянный спайм Шок вейвами Там надо Ну как-то избавиться От Данного проседания Потому что бегать Все время Хилиться на Тауэр Ой на базу Точнее на фонтан Это конечно Перебор полнейший Нуан прилетает У нас на мид Трипла В составе команды Вега уже На мид лейне Уходит отсюда Шейкер вместе с Омником Неплохая рома Еще добла От Сема решил вернуться Цепляет у нас Биг Дэдди Ну Биг Дэдди Здесь в принципе В безопасности Фиссура Ну просто-напросто В никуда Хотя с другой стороны С хайграунда То у нас не спустился На Нотейл Поэтому зацепить его Толком нельзя было Даггер появляется У Фаты 7 минут 40 секунд У Магнуса 43 крипа Всего лишь И Даггер уже есть Это после Ботла После После Бутсов Спид Да Магнус у нас пока Больше ни на что не созрел К Фате В спину выходит Омни Найт Самоубийство Что это Или как Как это называется Реверс Полярити Уже Откадышился у Магнуса Ждем собственно Активных Врывов Что там в РП Вообще удачного Может быть Ну Фейтбол Понятно от Рубика Мистик Флеер От Биг Дэди Тоже залетать Будет 100% Но и Клок В принципе Всех там может собрать В Все собранные В Когах Это конечно Здорово Хотя и опять же Подхил от Томни Найта Кого хилить Если 8 человек У нас стоит в Когах Непонятно вообще Кого На кого конкретно Что прокликать Рубик На котором играет Мизери 0-1-2 счет 21 краб Крип 21 краб Для Мизери И 4 рака В команде Мизери отправляется Формить на нижний лайн Дали немножечко пространства Тут Рубик пока не задействован Ну Надо как минимум 6 левел получить А там уже Будет даггер Не будет Это вопрос реализации персонажа Но то что 6 Необходимо это 100% Иначе зачем бы Рубик вообще еще нужен был Ну последний крип 6 левел будет у нас У Рубика Фата под смоком Даггер имеется Врыв Возможен Даблан на мидлейне Должны Должны Далее 7-5 выигрывает По фрагам команда Клауд Найн И давайте графики Глянем И золото И экспириенс 5000 Клауда намного увереннее Команды Вегас Смотрится Так Паша у нас Приезжает на хайграунд Команды Клауд Найн Туда же фессура От Рубика Ну и все И все Вот такая реализация Блинк Даггера 20 секунд Мистик Скьюер работает В откате И Даггер Нон стоп Разваливается Этернал Энви Шекер забирает У нас Тролль Варлорда А Лину забирает В это время Рубик на миссере Гонят дальше Вингу Ну и шок вейв По винге Винга отъезжает 4 в 1 Или там 1 в 2 Точнее 2 фрага Перед этим были И еще 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 По золоту Зарабатывает Команда Клауд Найн После этого файта 1300 В их пользу По экспириенсу Где-то 1100 7500 По золоту С9 По экспириенсу 6000 Тоже Клауд Найн Бедняги Вега Еще 5-6 минут И чем Собственно Убивать Тут конечно Из лейты Только тролль Варлорд А здесь есть Снайпер Здесь есть Лина Здесь Умни Найт С Гвардиан Энджел В конце До концов Пока что Умник Ничего хорошего Нам не показывает 1-4 Счет у нас У Паши Винга С одним тапком 0-2-0 У снайпера Фейсбут С Мордип Маск 2-2 Шейкера 1-2-3 Ну есть Аркан Буцы Имеется Смоук И все По золоту Копейки У Лины До До Иула Остается Еще один Войд Стоун Приобрести Клоквер Блэйдмейл Уже есть Тапок Больше пока У Бон Севана Ничего не имеется У Мизери мы видели У Мизери Урна И Арканы У Скара Смага Беда Просто Транквилы У Магнуса Даггер Роб Овземеджи Ну и готовится Я так понимаю Выйти у нас в барабаны Фата У Троля Есть Яша Есть Мордип Маск Есть Фейсбут Вижен у команды Клауд Найн Есть на Мид Лейне Что мешает им Выйти на Мид И убить Тауэр Да вот что мешает Тролль Варло Рошан Который Мозолит глаза У нас Тролль Варлорду Остальные могли бы В принципе сместиться На Мид И там забрать Тауэр Паша здесь бедняга Конечно Выходит в Юл Постепенно Потому что неприятно Он себя чувствует От любого вообще героя Рассказы там Без проблем Вливаются в Пашу И 4 смерти для Омника Конечно многовато Тролль Варлорд Забирает Рошана Этернал Энви Уже Сэн Джин Яша Имеется Есть Фейсбут Есть Мордип Маск Ну и Аквила Пошли дефать У нас Тауэр И Риверс Полярити Пошло от Фаты По Кью Дабл Ю Е Кого там выцвапнули За Линой Дальше Погоня Скорее всего Еще Голуби в спину Лина должна отъезжать Здесь Фата Еще один Шок Вейв Нет Все Репейл бросает на нее Омник Сема Зе Слеер Ульту просто в одного Фата Фата уходит Должен по крайней мере Уходить отсюда Даггер не сбивает Еще одна секунда Фиссура сбивает Даггер Сема Зе Слеер Дайте просто удар ему Нет Умирает Догорает у нас От урны Сема Зе Слеер И в итоге это 3 в 0 Нереально битая команда Клауд Найн Хотя тот то фуловый Пошел у нас драться Тролль Варлорд Забирает четвертого Игрока команды Вега Ну и пятый игрок Команды Вега Все на соплях Клауд Найн Еле-еле живые тут Один Клокверк Разве что на витаминах Вместе с Троллем Кое-как там Половину ХП всего лишь потерял Остальные просто несчастные У Скайр Смагат 20 ХП было В файте У Магнуса тоже там ХП наверное Максимум 50 Ну Рубики Всякие тут отъедаются Очень быстро Вообще ХП пул небольшой Тут с одного заряда урны Половина ХП восстанавливается Ну это дикая проблема Для команды Вега 14 минут 20 секунд 12 тысяч по золоту Клауд Найн По Экспириенсу Ци 9 тоже 12 тысяч Опережают своих соперников Это просто уровень Это просто уровень Букмекеры 79% Победы Клауд Найн давали 21 в пользу команды Вега То есть вообще не верят У нас букмекеры В команду Вега На фоне Клаудов Так-то без Клаудов Нормально смотрятся И против ХРов Нормально смотрелись Ну может быть потому что У ХРов сейчас Такой уровень Но так в принципе Конечно унижают Команду Вега Как хотят Клауда По составчику Тут конечно Неравные абсолютно Силы встретились Поймали Магнуса Через Фиссуру Через Стан от Венги Забрали Фат 16 на 7 За одного Фату 1600 по золоту Не много ли вообще? Это по другому спрошу Не до хрена ли вообще? 11-3 1137 Еще и по экспириенцию За Фату Бон Севен Хукшот готов Надо просто ворваться В Ноуана Врыв пошел у нас Венгу Неужели Ноуан уйдет? Мистик Флеер Куда? Никуда у нас Ноуан не уйдет Два игроков команды Вега убили Все это Из-за смерти Фаты У Фаты есть Остается 250 Здесь до Юла Юл для Магнуса Даже немного удивительно В принципе Для шоквейвов Как я понимаю Да и вообще Где-то кого-то Стопить С кем-то драться Андершок Взлетает Ветра у нас Под ноги Стан Пошел От Венги Лина Не фул рассказ Но тем не менее Тролль Варлорду Немножечко досталась Лагуну Блейд Лина не стала Ее сзади Ноутейл Нажимает у нас На паузу Ну все да Спасибо Ноутейл Отдохнули У Мизери На 16 минуте Появляется Даггер Это после урны Это после Аркан Бутсов 3-1 идет Саппорт команды Клауд Найн Тут керри Идут ли 3-1 0-2 идет Лина 2-4 идет Снайпер 2-5 идет Умни Найт Венжи Фулл Спирит 0-4 И Шейкер 1-3 Ох Какие же проблемы У Вега Сема Зеслеер Просто здесь не топнет Ни Фиссуру Ни Тотем Ничего не получится Вообще А теперь Фиссурку Можно дать Бонсеуна Не решили стопить Ну и что Умирает у нас Шейкер Выходит спин Еще Этернал Энви Паша у нас гибнет Постепенно Медленно Но все таки гибнет Ну и Репел Плевать на Репел Вообще у нас троллю Тролль первый по фарму 12700 у нас у тролля Ну и 6000 всего лишь Заработала Лина Мейнкер команды Вега Сквадрон Ну что 17 минут 20 секунд Первая игра за командой Клауд Найн Они 1-0 повели В данном матче Не выдержали нервы Команды Вега Написали Good Game Well Play Тогда небольшая пауза Услышимся через 2-3 минуты Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok